привет всем спасибо что вы с нами на нашем канале через месяц в юрмале начнется музыкальный фестиваль лайма вайку ли рандеву реклама мероприятия повсюду а продажи билетов не идут на все три дня фестиваля занято около 30 процентов концертного зала дзинтери и в то же время в белом на лужайке вайку ли раздает интервью на латышском интервьюер ее спросил верит ли она что юмористы галкин и на агенты в ближайшее время может стать президентом россии в начале войны верила но сейчас не уверена дальше она говорила что для россии это было бы замечательно и у них есть пример вайку ли показала куда-то в сторону видимо в направлении успешного примера украины вообще я раньше всегда думала что президентом должен быть человек мыслящий стратегически а клоуны общаться между собой на сцене или в цирке но это так сатирические правки по тексту надо сказать что вайку ли я всегда слушаю разину в рот когда она заговаривает мне кажется что рядом с ней стоит кто-то невидимые держит ее язык раскаленными щипцами однако какой бы косноязычной не было вайку ли она буквально за 30 секунд живописала крах и боль галкина и все с этого момента галкин пропал был нормальный комик смешил народ а тут поверил в себя в лес на политический табурет и стал шутить про войну россию политику и все до ужаса не смешно а вайма в него уже не верит и пока вайку ли раздает интервью организатор концертных мероприятий блогер из юрмалы рассказал о ее фестивале билеты за вип столики в партер и прочую дорогую серединку отдали под приглашение гостям вайку ли и прочим почетным зрителям то есть бесплатно продано по-настоящему не больше десяти процентов билетов в конце как в прошлом году существенные остатки билетов раздадут бесплатно чтобы не было пустых мест на второй день ждут подругу закадычную организаторши пугачеву с ее мужем опять пустили слух может алла споет да не споет хоть бы была в здравии и пришла уже бонус организаторши но это всегда работает на продаже на втором дне самовайку лепить будет поэтому там продажи нормальные были раньше но теперь и их нет потом все раздадут и сообщат аншлаг врут кому они нужны если лайма и уговорит кого-то из именитых друзей прилететь и спеть это может и изменит немного продажи но за месяц до концерта в ее афише нет настоящих звезд фестиваль рандаву вайкули в 2024 местные блогеры уже назвали полным провалом он пройдет с 26 по 28 июля в юрмале лайма всегда мечтала собирать на нем звезд но ничего не выходит ее закадычная подружка пугачева может быть преимущественно под фонограмму поэтому надежды на нее никакой не приедет никто из поющих и на агентов уговаривают сплясать спеть веру брежневу но той нужен гонорар за спасибо верунчик не явится поэтому в афише вместо перечислений имен артистов звездного фестиваля вайкули значатся украинским артистам будет предоставлена возможность выступить на большой сцене гарантируя что их талант и голоса услышат с последним обещанием вайкули конечно погорячилась разве что ее фестиваль вы смеют блогер им кто заявлен в афише не но катамадзе интерс бусулис алексеев и еще несколько имен которые мало известны массовому зрителю из украинских талантов обозначила пока один танцевальный коллектив надежда одна как только пугачева заедет на традиционное июльское рандеву в юрмалу так билеты на второй день концерта может станут разбирать активнее может народ захочет прийти и поглазеть на бабу аулу это главное прибалтийское развлечение но уже и так всем местным понятно что фестиваль вайкули провалился